Всем привет, друзья! В последнее время у большого количества моих зрителей возникают проблемы с установкой сборки Hardcore SK на 18 бету. Потому я решил сделать еще один гайдик по установке. Более того, я создал архив, в который положил все настройки, клиент на 64 бита и саму сборку, актуальную на данный момент. То есть вам не нужно будет качать кучу всего с разных источников. Скорее всего, сборка на 18 бету уже не будет обновляться, так как автор сейчас занят переводом HSK на версию 1.0. Так что, думаю, архив не потеряет актуальность, по крайней мере, до выхода HSK на релизную версию. Также в моей сборке уже присутствует заплатка, созданная разработчиком по моей просьбе, которая позволяет ремесленнику получать, наконец, опыт за обработку камней. Этой заплатки нет в версии на гитхабе, ну потому что у разработчика просто не было времени ее туда положить. Для работы сборки вам потребуется установить 18 бету игры Build 0.18.17.22. Как это сделать, я сейчас покажу. Если вы еще не устанавливали 18 версию римчика, то вам нужно сделать следующее. Нажать правой кнопкой на римчик в библиотеке Steam, выбрать свойства, а затем в открывшемся окне выбрать вкладку бета-версии. Здесь вам необходимо выбрать 18 бету. Сразу оговорюсь, HSK необходимо устанавливать на абсолютно чистую версию игры. Если у вас стояли какие-либо моды, то необходимо стереть все, что находится в папке mods, которая находится в свою очередь в корневой директории игры. Затем провести проверку целостности файлов игры, и Steam автоматически восстановит все файлы до исходного значения. Если вы никогда до этого не запускали римчик на этом компьютере, то запустите его и после попадания в главное меню сразу выключите. Это создаст нужные файлы и каталоги на диске C. Если уже запускали, то не делайте этого. Теперь вам необходимо скачать мой архив по ссылке, которая находится в описании под видео. Разархивируйте содержимое, куда вам будет удобно. В архиве лежат три папки, и сейчас мы разберемся, что в какой последовательности и куда нужно копировать. Для начала давайте установим 64-битный клиент поверх нашего римчика. Это позволит игре использовать больше 3 гигабайт оперативной памяти вашего компа, и в общем позволит избежать массы ошибок и тормозов. Копируем содержимое папки RimWorld64 и вставляем с заменой в корневую директорию нашей игры. На этом установка 64-битки закончена, только не вздумайте запускать игру через Steam, он вам быстренько все исправит до исходного значения. Лучше запускать прямо из корневой директории. Теперь у нас самое простое. Копируйте папку mods из моего архива в директорию с игрой и подтверждайте замену. После этого шага сама сборка будет установлена и останется проделать только один шаг, чтобы все работало как нужно. Вам необходимо найти папку с конфигами игры на диске C. Не знаю как на 7, а на 10 вы переходите на диск C, папка пользователя или users, дальше папка с именем вашего пользователя, updata, local.low и в ней будет папка Ludeon Studios. По стандарту папка updata является скрытой, и если у вас в настройках папок не выставлено отображение скрытых, то вы ее не увидите. Нужно включить показ скрытых файлов. Для этого переходим на вкладку вид, выбираем параметры, здесь снова вид и в самом низу ставим галочку на показывать скрытые файлы. Теперь папка updata у вас будет видна. Заходим в папку Ludeon и копируем в нее третью папку из моего архива, естественно с заменой. После этого установку сборки можно считать законченной. В игре вам будут доступны мои пресеты колонистов, сохраненные настройки складов и одежды. И сразу будет включен полный перевод игры. Но также будет выключен мод на гигиену, так как я играю без нее. Если вы захотите ее включить, то просто включите мод, перейдя во вкладку мода в главном меню игры и тыкнув на нужный. После этого вам нужно будет перезагрузить игру. За сим могу только попрощаться. Надеюсь у вас все получилось и вы можете наслаждаться игрой с замечательной сборкой хардкор СК. Если видео было для вас полезно, не поскупитесь на лайк, порадуйте зеленого абуза диктатора. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok